Ельцин был очень мало похож на себя в то время, в те годы, нечленораздельно разговаривал, редко выходил на работу. Вы были деятельны, мощны, набрали силу, и многие воспринимали вас как противовес Ельцину. Ельцин понимал это? Ельцин ревновал вас к возможной передаче власти? Вы знаете, трудно сказать. Барис Николаевич был не такой простой, не такой открытый. Я, например, не чувствовал в своей работе какую-то ревность. Борис Николаевич мне доверял. У нас была сразу с ним договоренность такая, что Борис Николаевич не будет меня опекать какого-то младшего. Председатель правительства есть председатель правительства. Тем более, вначале Борис Николаевич был и президент, он же был и руководитель исполнительной власти. А на съезде, когда меня избрали, разделили полномочия. Президент это президент, а был тогда образован Совет Министров Российской Федерации. Я стал председателем Совета Министров. И тогда, потом мы все это привели в соответствие. Потом закон приняли о правительстве. И надо сказать, мы сразу с Борисом Николаевичем договорились тогда, что я не могу работать с председателем правительства. И по каждому случаю бегать к вам или звонить вам. Это можно, это нельзя. Дайте полномочия, да? Да, если я председатель, я работаю. Мы с ним договорились даже о том, что, ну, по крайней мере, с моей стороны было, если вы отмените мое решение, и я не буду знать, считайте, что вы подписываете мою ставку. Я работать не буду. Серьезно? Серьезно. И не было ни разу, чтобы Борис Николаевич отменил мое решение.